Театр марионеток ТООН За году было образовано и независимое государство Бельгия. Два региона, Фландрия и Волония, объединились под властью одного короля. Не нужно забывать, что ТООН – это королевский театр. Он лично курируется королем Бельгии. Хотя создавался он вовсе не для знати, а для народа. В 19 веке мой прапрапрадед ставил здесь пародии на литературные произведения для высшего общества. Он специально адаптировал произведения классиков и таким образом высмеивал повадки аристократов. Брюссельцы приходили, в волю смеялись и забывали о трудном быте. Теперь театром занимаюсь только я, а отец уже не в силах. И я один полностью озвучиваю все роли в спектаклях. А актеры занимаются только марионетками. Так и работаем. В этом старинном театре все осталось как 200 лет назад. В те времена культурный досуг был неотделим от хорошей трапезы. С момента основания на первом этаже театра постоянно действует недорогая пивная, где к янтарному пиву квак подают традиционные брюссельские закуски. Пиво изготавливается по уникальной местной технологии, изобретенной по слухам монахами из окрестных обителей. Пьют это пиво из специальных широких колб, как истори было принято в Брюсселе. Эти гигантские бутерброды брюссельцы едят каждый день. Начинка меняется в зависимости от времени суток. Если на дворе вечер, намазываем на хлеб специальный жидкий сыр, по вкусу напоминающий брынзу. Сверху посыпаем кусочками черной редьки и измельченным луком. И вот перед вами чисто брюссельская закуска. Здание, в котором расположился театр ТООН, было построено еще в 17-м столетии. Этим веком датируется большинство построек, сохранившихся в центре Брюсселя. Будущее помещение театра было задумано как символ восстания против французских оккупантов, вторгшихся на территорию Брюсселя в конце 17-го века. За свою более чем тысячелетнюю историю город постоянно оказывался в эпицентре военных действий. Ближайшие соседи – Франция, Германия и Голландия – вели бесконечные войны, защищая и расширяя свои границы. Нам в Бельгии всегда приходилось сражаться с оккупантами. То и дело, кто-то на нас нападал. Ведь страна у нас небольшая. Да и внутри страны немало вздорных ситуаций. Но мы уже привыкли, и внимания не обращаем. Даже шутим над этим между собой и в спектаклях. Вот тут у нас кризис уже который месяц. Волонцы и фламандцы делят власть. И уже не первый раз за последние сто лет. В театре спектакли сначала игрались на французском языке. Фламандцы были недовольны, к нам совсем не ходили. Вот мы и придумали собственный язык. Этакий брюссельский диалект. Смесь французского и фламандского. На нем мы играем в спектакле. Шутки таким образом всем понятны, и в обиде никто не остается. В последние полтора года Бельгия живет под властью временного правительства. Этот не первый, но рекордный по продолжительности период безвластия брюссельцы переживают в характерной для них манере, мирно и весело. Театр Туон восстановил по такому случаю спектакль под названием 1830-й. Год создания Бельгии как объединенного государства волонцев и фламандцев. Эта постановка пользуется особой популярностью у жителей Брюсселя. Я обожаю этот театр. Он хоть и маленький, но очень важный. В нем весь наш брюссельский фольклор. Работа сама по себе сложная. Каждая кукла весит 4-5 килограммов. Под конец спектакля руки устают. Пьесы разные у нас. И Шекспир и Мольер. Я все мечтаю сыграть Сирана де Бержерак. Очень комичный спектакль. Нам в Брюсселе смеяться вообще Бог велел. У нас же постоянные споры между народами. Это мне кажется, потому что мы друг друга где-то в глубине души любим. Только признаться не можем. Слишком много культурных различий. В спектакле 1830-й мы все время смеемся над нашими министрами, которые даже накричать как следует друг на друга не способны, так как языков друг друга не знают. Провозглашение независимости избавило Бельгию от участия во внешних войнах, но переместило эпицентр противоречий внутрь страны. На территории единого государства существуют теперь две культуры – фламандская и волонская. Каждая со своим языком и традициями. В этих окнах свет иногда горит до самого утра. В квартире на втором этаже одного из старейших зданий города обосновалась типичная для Брюсселя молодежная компания. Всем жителям этой квартиры нет и 30-ти. Почти все они студенты. Затраты на аренду делят поровну. У каждого из пятерых жильцов своя комната и свой стиль жизни. А вечерами всегда есть о чем поговорить. Йорк – фламандец. Приехал в столицу в поисках работы и живет в Брюсселе уже второй год. Работы в этом городе много и жизнь интересная. Вот только поговорить по-фламандски практически не с кем. Хотя Брюссель считается территорией Фландрии, сейчас по-фламандски здесь мало кто говорит. В повседневной жизни мне приходится говорить на французском, что для меня не очень приятно, ведь это мой не родной язык, а я, по идее, в родной стране. Но ничего, в этой квартире мы живем дружно. Кроме меня тут еще волонец Николя, француженка Жульет, а также шведка и канадец. Живем в веселой компании. Мне нравится, что в Брюсселе такое разнообразие языков. Осталось вот только официальный фламандский по-настоящему внедрить, и станет совсем здорово. Николя Волонец приехал в Брюссель учиться дизайну. Получить диплом в прошлом году ему не удалось, пришлось остаться учиться еще на один год. По окончанию университета Николя хотел бы найти работу в Брюсселе. Он считает, что этот город – идеальное место для начала карьеры молодого дизайнера. Наш город – рай для экспериментаторов. Каких только стилей здесь не найдешь. Например, квартал, где расположен штаб Европейского Союза. Полностью новый, там одни небоскребы. И буквально в километре от него живем мы. Здесь у нас тихо, рядом старинный монастырь, и дом наш считается архитектурным памятником. Здесь всегда толпа туристов. Здесь раньше текла река Сенне, но ее замуровали в конце 19 века. Уходом за ней по закону занималось волонское правительство. А так как среди волонцев всегда было много знатных господ, то чистить эту речку они не удосуживались. Вот и замуровали. А фламандцы этого не могут простить. Никогда бы не подумал, что буду жить в сердце раздора нашего города. Да еще в одной квартире с фламандцем. Жюльетт – француженка. Будущий специалист по международным отношениям. Приехав в Брюссель, она сознательно искала квартиру с подселением. Не только ради экономии средств, но и для того, чтобы не оставаться вечерами одной в незнакомом городе. Совместный быт налажен и по-студенчески неприхотлив. Мы живем очень дружно. Редко ссоримся, если только в плане еды. Бельгийцы – жуткие любители всяких соусов и жирных приправ. А так как готовим мы по очереди, я в день, когда готовит Николя, редко дома появляюсь. Просто он постоянно варит макароны с майонезом. Для нас во Франции хуже мавитона не бывает. А так мы друг друга понимаем. Даже если язык у нас с фламандским различается. На английском, если что, общаемся. Здесь, в Брюсселе, очень интересно. Идешь по улице и стараешься угадать каждый раз, на каком языке люди изъясняются. Такая вот страна. Исторически Брюссель – город фламандский. Но родным языком этой местности сегодня владеют лишь 10% горожан. Несмотря на то, что официально Бельгия – двуязычная страна, и из-за незнания фламандского введены строгие штрафы, на улицах Брюсселя слышна только французская речь. Эта вечерняя школа создана для обучения жителей Брюсселя фламандскому языку. Обучение здесь бесплатное. Школа полностью финансируется правительством города. Таких школ в Брюсселе несколько, и каждый год зачисление в них длится лишь три дня. За столь короткий срок желающих набирается больше тысячи. Такая статистика не может не радовать, если не считать того, что большинство учеников этих школ – не волонцы, а иммигранты. Я шофер-дальнобойщик, часто пересекаю границы и приходится общаться на разных языках. А я их хоть и знаю целых три, фламандский считаю самым важным. Тем более, что тут, в Бельгии, штрафы приходится платить, если языков официальных не знаешь. А как штраф платить за незнание языков, если работы нет? А работы нет, потому что языков не знаю. Вот такая вот ситуация. Я тут уже два года живу. В эту школу хожу на усиленный курс фламандского. Я вот только-только начинаю понимать, что по телевизору вещают. Директор школы Ингрид Херманс – фламандка. По-французски не говорит принципиально. С незнающими фламандского Ингрид предпочитает общаться по-английски. Она надеется, что ее школа обретет популярность среди волонского населения Брюсселя, и город вернется к своему историческому наречию. Наша школа фламандского языка была создана специально для жителей Брюсселя. Для того, чтобы волонцы наконец-таки научились фламандскому. В школах дети обязательно учат два языка – французский и фламандский. Только вот почему-то никто двух языков после средней школы не знает. Приходится учить взрослых, иначе возникают сложности с работой. Ведь даже если вы работаете продавцом, ваши клиенты обращаются к вам на двух языках. И всех надо понять, обслужить. Культурные противоречия, которыми пронизан Брюссель, обусловлены не только проживанием двух разных наций на одной территории. В этом городе, одном из древнейших в Европе, органично сочетается преклонение перед классикой и дух экспериментаторства. Этот особняк был построен в середине 19-го столетия и до сих пор остается одним из наиболее ярких образцов модного в те времена классицизма. Здесь живет Марсель Астир – музыкант и художник. Он ненамного моложе своего дома. Марселю 103 года. Я живу здесь уже больше века. И мне вовсе не кажется, что Брюссель как-либо изменился. Ну, может, только если архитектура. А вообще я хорошо помню все, что происходило в нашем квартале. Помню даже Первую мировую войну. Вообще наш город много страдал. Его и бомбили, и взрывали, но так и не сумели полностью разрушить. Мое здесь присутствие – этому прямое подтверждение. Жизнь в этом доме действительно не угасает. В мастерской Марселя Астира каждый день собираются студенты художественных вузов, почитатели его таланта. Он пишет в духе классической школы и наиболее известен портретами людей, оставивших след в истории. Актеров, художников, поэтов. На одном из портретов – королева Бельгии Элизабет. Благодаря ее поддержке Астир реализовал многие из своих культурных начинаний в начале прошлого века. Музыкальные вечера, придуманные когда-то Марселем, проводятся в его мастерской по сей день. В мастерской Астира мы устраиваем концерты. Эту традицию начал Марсель, и мы не хотим ее потерять. Здесь часто бывали французские шенсанье и звезды кино. Сама королева Бельгии Элизабет приходила слушать камерные концерты. Кстати, именно в этих стенах, благодаря Марселю, зародился знаменитый конкурс классической музыки имени королевы Элизабет. Главным советником в этом брюссельском культурном проекте 30-х годов был Марсель Астир. И что интересно, этот конкурс до сих пор один из самых знаменитых в мире. Трудно поверить, что город, где с таким уважением относятся к классическому искусству, стал родиной и одного из самых несерьезных увлечений 20-го века – комиксов. Именно здесь родился Жорж Рэми, известный всему миру под псевдонимом Эрже, автор первых в истории комиксов про храброго репортера Тинтина и его верного друга Фокстерьера Сноуи. Первые истории о приключениях Тинтина и Сноуи появились на страницах брюссельской газеты «Лёпти Вантьем», в которой Эрже работал после окончания колледжа. Увлечение, начинавшееся как ничего не значащее хобби, принесло Эрже мировую славу и стало одним из самых популярных жанров искусства 20-го века. Оригинальные рисунки Эрже хранятся сегодня в Брюссельском центре искусства комиксов. Помимо его работ, в музее собрана коллекция из более чем 250 тысяч различных произведений других авторов, работавших в этом жанре. Центр-музей располагается в здании удивительной красоты с проектированным брюссельским архитектором Виктором Орта в стиле арт-нуво. Этот архитектурный стиль родился именно в Брюсселе. Виктор Орта, в то время молодой бельгийский архитектор, любил пить кофе по утрам в кафе под названием «Девушка у источника». Это место и стало площадкой для его экспериментаторских работ, результатом которых явилось рождение нового архитектурного стиля. В начале 20 века брюссельской богеме наскучили классические формы. В моде был отказ от прямых линий и новые природные мотивы. Каждая архитектурная деталь должна была стать носителем нового смысла. Все в Брюсселе того времени, от почтового ящика до водосточной трубы, оказалось под влиянием тотального искусства арт-нуво. Однако после Второй мировой войны многие произведения искусства оказались уничтожены или безнадежно повреждены. 20 лет назад мы с сыном решили открыть собственное дело и совершенно случайно наткнулись на это помещение. Только выглядело оно в ту пору по-другому. Повсюду были обшарпанные стены, вместо металлических балок – ржавые куски железа, а в окнах – разбитые стекла. Благо народ в округе помнил, на что это кафе было похоже раньше. И мы решились на авантюру и обратились к молодому поколению брюссельских художников-декораторов с просьбой о помощи в реставрации. И большой командой сумели за пять лет полностью воссоздать атмосферу начала 20 века в неподражаемом стиле арт-нуво. На этом работы по восстановлению кафе не закончились. Произведение искусства требует постоянного ухода. Каждый год его приходится закрывать минимум на месяц, чтобы отремонтировать витражи, а это очень тонкая ручная работа. В то же время восстанавливается мебель на кухне и полируется винтовая лестница. Расположение лестницы в центре комнаты – одна из находок арт-нуво. Благодаря такой планировке в зал проникает больше света и отпадает необходимость в создании темных коридоров. Кафе «Девушка у источника» – небольшой музей своего стиля. Каждый объект здесь – самостоятельное произведение искусства. Будь то витраж в форме купола на потолке, девушка с коромыслом или же портрет женщины в пастельных тонах. Синие ирисы – символ Брюсселя. Эти хрупкие цветы росли на болотистой местности бельгийской столицы в начале ее зарождения. Согласно легенде, именно их красота не позволила первым жителям Брюсселя оставить свой город и стала символом будущего процветания этой местности. С тем же тщанием, с каким одни горожане пестуют произведения стиля арт-нуво, другие отдают все силы восстановлению старинных, классических зданий. Брюссель за всю свою историю только и делал, что испытывал на себе различные архитектурные превращения. Кардинально подкосили город и первая, и вторая мировые войны. Но в обоих случаях город очень быстро восстанавливался. Одни только сооружения вокруг главной площади Гранд-Пляс – отличный пример верности брюссельцев своему городу. Но и строить в былые времена умели. Половина города построена в конце 16 века, а реставрировать Брюссель начали лишь полвека назад. Чудом архитектура выжила. Как истинный брюсселец, одновременно с изучением истории города и участием в восстановительных работах, Габриэль де Блосс занимается консалтингом в сфере современного дизайна. Его огромный опыт и художественный вкус помогают молодым мастерам в создании эскизов мебели. Этот модный салон входит в число деловых партнеров Габриэля. Я не боготворю современных дизайнеров. Мне даже кажется, что все новое – это давно забытое старое. Поэтому каждый раз напоминаю молодым о том, что все формы неповторимы и вечны. И если они хотят видеть город таким же процветающим и настолько же художественно востребованным, как и в прошлом веке, они заранее должны предвидеть судьбу любого кресла или стула. Именно так мыслили наши бельгийские предки, создавая прекрасное. Уважение к истории невозможно без уважения к людям, ее создавшим. Для обеспечения комфортной старости правительство Брюсселя делает все возможное. Существует специальная городская программа помощи пенсионерам, включающая в себя, в числе прочего, организацию бесплатных танцевальных курсов для пожилых. Мне дети говорят, мама, иди пообщайся, потанцуй. Зачем тебе дома грустить? Прихожу сюда часто. Очень хорошо, что власти города предоставляют нам этот клуб вечерами, заботятся о нас. Мы тут каждый раз обязательно разучиваем бельгийские фольклорные танцы. Ну и знакомимся между собой заодно. Жаль, вот только что мужчин у нас мало здесь бывает. Приходится с подружками плясать. В то время, как пожилые коротают свободное время за танцами, среди молодежи все большую популярность приобретает кулинария. Кулинарные курсы – недешевое увлечение. Стоимость одного занятия доходит до нескольких сотен евро. Но молодых брюссельцев это не останавливается. В этом центре учат придавать современное звучание самым традиционным бабушкиным рецептам. Наш центр уникален тем, что здесь можно познакомиться с кухней любого народа мира. От индийской до местной, фламандской. Среди обучающихся есть представители всех континентов. Здесь у нас четыре зала и каждый в определенном стиле, но обязательно в современном. И даже если рецепт старинный, мы его готовим в современном обличии. У нас тут и волонцы, и фламандцы готовят вместе, например, какое-нибудь греческое блюдо. И потом вместе его съедают. В центре кулинарных экспериментов, а именно так называют это место его хозяева, учат, как подобрать подходящее вино к экзотическому блюду. Рассказывают о секретах и целебных свойствах восточных приправ или делятся рецептами уникальных мексиканских соусов. Но не ради этих бесценных знаний записываются на кулинарные курсы молодые жители Брюсселя. Центр является для них в первую очередь местом встречи. Здесь они находят новых друзей. Процесс совместного приготовления пищи, занятие веселое и очень способствующее сближению. Мне билет на специальный курс бельгийской кухни подарили друзья на день рождения. Я готовить умею чисто теоретически. Реальных навыков мне не хватает. Да и для развития кулинарной фантазии, я считаю, здесь место идеальное. А вообще самое приятное здесь скорее атмосфера. В процессе обучения мы друг с другом знакомимся, узнаем о культуре каждого, в разных странах свои кулинарные привычки. Очень познавательно и обстановка очень дружелюбная. О политических неурядицах, которые есть сейчас в нашей стране, забываем напрочь. Политическая ситуация, сложившаяся сегодня в Бельгии, уже вошла в историю как самый длительный кризис безвластия в стране. По окончании парламентских выборов 2007 года представители победивших партии не смогли договориться о новом составе кабинета министров. Главным камнем преткновения стали экономические и конституционные реформы, предложенные фламандскими партиями, но не поддержанные волонцами. Я каждый день начинаю с покупки свежей прессы. О том, как развивается наш кризис, я узнаю из газет. Всегда покупают две газеты. Одну на французском языке, другую на фламандском. Тогда у меня полное представление о происходящем возникает. Вы знаете, у нас в стране два народа. Одни говорят на фламандском, другие на французском. И многие интересы у них не совпадают. Все не так-то просто. Но будучи не в силах выбрать общего премьер-министра, брюссельцы абсолютно едины в своей любви к королю. В стране, пережившей множество войн и уставшей от зависимости от иностранных монархов, к своему королю относятся с особым теплом. В Брюсселе даже названия улиц и площадей напоминают о том, что у этой страны есть собственный король. Здесь есть Королевская улица и Королевская площадь, а одно из красивейших зданий города называется Королевским дворцом, несмотря на то, что ни разу за всю его историю ни один король в нем не жил. Без короля Альберта II и королевы Паулы не проходит в Брюсселе ни одного важного события. Этот шоколадный магазин первый поставщик шоколада двору и королевской чете. Наш магазин – официальный поставщик шоколада для королевской семьи. Бельгия без короля и шоколада – не Бельгия. В этом городе у всех королевские предпочтения. Чем отличается бельгийский шоколад от обычного? Я думаю, что все дело в начинке. Сверху конфеты не особо различаются, а вот внутри там целый букет вкусов. И каждый раз, когда вы пробуете конфетку, вы открываете для себя новые ощущения. Настоящий бельгийский шоколад изготавливается только из натуральных продуктов. Здесь не популярен карамельный вкус, который считается признаком швейцарского шоколада. В Брюсселе предпочитают добавлять в горький шоколад специальные взбитые сливки. Конфеты этого сорта постоянно заказывает королевская семья. Что королева Паула любит больше всего? На самом деле это дворцовая тайна. Ведь мы уважаем личную жизнь каждого. Единственное, что могу сказать, королевская семья дает предпочтение черному, немного горьковатому шоколаду, но в особом приготовлении. А сейчас я готовлю на ваших глазах коробочку для маленькой принцессы. Она обожает трюфели. Брюссель не был бы Брюсселем, если бы неподалеку от старинного шоколадного магазина, оформленного в стиле рококо и барокко, не располагалось одно из легендарных произведений современного искусства – выставочный центр «Атомиум». «Атомиум» спроектировал архитектор Андре Ваттеркейн как символ Всемирной выставки 1958 года. Металлическая конструкция высотой 102 метра и весом 2400 тонн представляет собой кристаллическую молекулу железа, увеличенную в 165 миллиардов раз. Посетители могут подняться внутрь девяти шаров диаметром по 18 метров каждый и осмотреть выставку и комикс о сооружении «Атомиума». Из верхнего ядра «Атомиума» открывается замечательный вид на Брюссель и близлежащий ландшафт. Архитектор Ваттеркейн посвятил «Атомиум» научному прогрессу. Молекула была построена за три года и должна была быть снесена после окончания выставки. Город Брюссель, однако, приобрел сооружение и оставил его открытым для посетителей. Одновременно с «Атомиумом» в городе началось строительство целого района современных офисных зданий. В новом деловом квартале Брюсселя с 60-х годов размещается штаб-квартира Евросоюза. «Я работаю в Брюсселе уже несколько лет. Работа захватывающая, связанная с культурным наследием разных стран. В офисе мы не скучаем. Какой только речи не наслушаешься. Испанцы, например, постоянно твердят, как они скучают по родной природе. О гиприотах я не говорю. Когда есть повод пожаловаться на недостаток зелени в Брюсселе, они тут как тут. Мы же действительно работаем среди скучных небоскребов. И это порой угнетает. Вот я и прихожу в этот парк, чтобы немного отдохнуть от стеклянных фасадов и подышать стариной». Брюссель – любимое дитя старушки Европы, талантливое и противоречивое. Город, владеющий всеми богатствами многовековой европейской истории и дерзким творческим духом, способным изменять весь мир. Размещение в Брюсселе штаб-квартиры Евросоюза дало городу новую уникальную возможность. Его способность сохранять различные культуры, творить новое, не разрушая старого, и примерять кажущиеся несовместимыми противоречия дает ему шанс стать колыбелью новой объединенной Европы. Уникальность Брюсселя в органичном сочетании несочетаемого. У города всегда была собственная альтернатива для любой европейской тенденции. Может быть, дело в двойственности культур? Бельгийцы хоть и делятся на две народности, но во всех важных ситуациях забывают о раздорах и вместе находят выход. Хитрые мы. Как вы думаете, нам удалось превратить Брюссель в столицу Европы? Этого никто не сможет сформулировать конкретно, но точно мы знаем одно. Именно свободолюбивый дух нашего города каждый раз дает Евросоюзу новое дыхание и энтузиазм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok